Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Укрепляют социальную сферу и улучшают качество жизни людей. В Самаре обсудили результаты работы органов местного самоуправления в 2023 году. В Самаре продолжается уборка города в рамках месячника по благоустройству. Средник прошел в парке Щерса. Знак уважения к ветеранам и павшим на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Волонтеры начали раздавать георгиевские ленты на площади Куйбышева. Укрепить здоровье и найти новых друзей. Жители Самары могут прийти на занятия по скандинавской ходьбе. Группы собираются в парке молодежной. 20 лет дорогой песни и танца башкирский народный ансамбль «Лейсан» отметил юбилей. Губернатор Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия». Это специалисты различных отраслей, которые своим добросовестным трудом вносят значимый вклад в развитие и обустройство Самарской земли. Губернатор отметил, что в нашем регионе человек труда почитался во все времена, независимо от того, в какой сфере он находил свою профессиональную реализацию. Дмитрий Азаров подчеркнул, что во многом благодаря труженикам и патриотам родной земли Самарская область не только держит санкционный удар, но и успешно развивается опережающими темпами, а региональная экономика демонстрирует уверенный рост. И сегодня в Самаре наградили победителей областной студ весны. В этом году в масштабном фестивале приняли участие около трех тысяч студентов из 16 вузов. Лучшим командам награды вручил губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о запуске новых национальных проектов, в том числе нацпроекта «Молодежь России». И выразил надежду, что студенческие коллективы вузов и СУЗов региона внесут предложение в этот нацпроект. Дмитрий Азаров вручил награды вузам-призерам. Первое место занял Самарский государственный экономический университет. Серебро у Самарского государственного университета путей сообщения. Третье место поделили Самарский государственный социально-педагогический университет и Самарский университет имени Королева. На Садовой продолжаются ремонтные работы. Дорогу, тротуары, бордюры, люки инженерных коммуникаций и газон обновят на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты демонтируют старые и устанавливают новые люки с защитой от злоумышленников. Как ведутся работы, узнала наша съемочная группа. Улицу Садовую продолжают обновлять на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты уже закончили фрезерование старого покрытия дороги на площади 37 тысяч квадратных метров. Сейчас устанавливают новые канализационные люки с запорным механизмом, чтобы предотвратить их хищение. То есть оно фиксируется на болтовое соединение, и уже чтобы снять крышку, все-таки нужно усилие приложить. Это нужен ключ. Это займет довольно-таки продолжительное время. Раньше могли просто подъехать, ломиком поднимали крышечку, забирали и уезжали. Сейчас же уже это довольно-таки сложный процесс. Между крышкой и основанием люка используют резиновую прокладку. Это смягчает шум от проезжающих автомобилей. Уплотнительная резинка, которая, соответственно, болтовое соединение прижимается. Под Садовый проходит огромное количество инженерных коммуникаций. 410 люков, смотровых колодцев и 34 решетки дождеприемников. Около 160 из них уже обновили. Все они будут расположены вровень с новым дорожным покрытием. Меняют удорожные плиты там, где это необходимо. На участке от Ульяновской до Маяковского уже установили около 150 метров нового бортового камня. В этих же границах сделают тротуары, их выложат плиткой. Работают днем. Это не мешает движению транспорта по параллельным полосам. Скоро подрядчики приступят к укладке асфальта бетона. Там, где проезжая часть просела, усилят основание. Для верхнего слоя асфальта используют высокопрочную смесь. Данная смесь хорошо себя зарекомендовала. Это смеси по новым ГОСТам, которые вышли относительно недавно, то есть с 2021 года данная смесь используется. Она имеет улучшенные качества, то есть она способна выдерживать те нагрузки, которые проходят на данной улице. Ремонтируют и примыкающие к улице дороги, въезды во дворы. Подрядная организация позаботится и об озеленении. Работы планируют закончить до конца мая. Андрей Горгуленко, Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. Месячник по благоустройству. В полном разгаре к нему присоединились жители железнодорожного района. Они взяли в руки грабли и метелки, чтобы навести чистоту в одном из главных парков района. Как преображается город, увидела наш корреспондент Полина Челякова. Парк имени Николая Щерса – одно из любимых мест отдыха для жителей железнодорожного района. Убраться на этой территории сегодня вышли сотрудники районной администрации, учащиеся близлежащих школ номер 42 и 137, а также воспитанники и работники Центра внешкольного образования «Парус». Собирали мусор и старую листву, подметали дорожки и вместе заряжались хорошим настроением. Это единственный парк для нас в шаговой доступности, куда мы приходим проводить время с семьей, гуляем. Мы стараемся по мере возможности участвовать в субботниках и средниках. И в парк сегодня пришли, да, также поддержать и поучаствовать в субботниках и средниках. Напомним, что парк Щерса участвует в федеральном голосовании по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». У жителей района появилась возможность дать этой территории вторую жизнь. Если парк станет лидером голосования, в нем планируют вымостить пешеходные дорожки, обновить зеленые насаждения, оборудовать многофункциональную детскую площадку, обустроить две спортивные зоны, создать летнюю сцену, которая здесь когда-то была, установить новые лавочки, урны, фонари, восстановить фонтан, а также реконструировать символ парка – детскую железную дорогу. Парк достаточно такой значимый для района, ну и для города в целом. Парк детский, на этом делается акцент. В парке расположен дворец пионеров и школьников. Пользуясь случаем, хочется, конечно, пригласить всех неравнодушных жителей, как железнодорожного района, так и граничащих районов. Если еще не проголосовали, проголосовать, поддержать идею реконструкции этого парка. Весна, погода хорошая, готовимся к летней оздоровительной кампании. Мы ждем, не дождемся реконструкции нашего дорогого парка Щерса. Территория, можно сказать, своего дома. Дома же мы всегда приводим в порядок, то есть ждем как бы весны, обновления. Проголосовать за парк Щерса можно до 30 апреля на госуслугах или на сайте 63городсреда.ру. За возможность благоустройства борются 20 территорий. Пространство победителей обновят уже в 2025 году. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. Подвели итоги работы за прошедший год и определили задачи на год текущий. В Самаре прошел 19-й съезд Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области. Встреча была приурочена ко дню работника местного самоуправления. На съезде председатель Ассоциации, глава Самары Елена Лапушкина, представила доклад о результатах работы муниципальной власти в регионе в 2023 году. В каких направлениях удалось добиться наибольших успехов, расскажем в нашем сюжете. Укреплять экономику, социальную сферу, улучшать качество жизни людей, повышать обороноспособность страны. Такие задачи сейчас стоят перед всеми органами власти, в том числе и перед местным самоуправлением. Об этом глава Самары и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина рассказала, озвучивая свой доклад о результатах работы местного самоуправления в регионе в 2023 году на 19 съезде совещательного органа. Одним из важнейших направлений в работе в этот период стала поддержка бойцов, находящихся на спецоперации и членов их семей. С самого начала боевых действий администрации городов, районов и поселений, а также местные сообщества, оказывают посильную помощь от сбора и отправки гуманитарных грузов с различным инвентарем до психологической помощи. Пока наши защитники выполняют свои задачи в рамках специальной военной операции, мы заботимся об их семьях. По поручению губернатора на каждую семью военнослужащих созданы социальные паспорта, закреплены кураторы от муниципалитетов. Также города и районы самым активным образом включились в реализацию проекта «Возвращение», который родился в Самарской области, получил поддержку президента и известен уже во многих городах страны. Продолжается и реализация важнейших национальных проектов, инициированных президентом России. На выделенные средства строятся детские сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта, ремонтируются дороги. Активно преображаются общественные пространства и дворы во всех городах и районах области. Развивается и инициативное бюджетирование, когда сами жители определяют проекты благоустройства тех или иных мест и активно участвуют на всех этапах их реализации. В 2023 году Самарская область вошла в топ-10 регионов в этом направлении. Следует отметить, что инициативное бюджетирование в Самарской области в 2023 году получило и дополнительное развитие. Впервые был запущен проект школьного инициативного бюджетирования. Суть состоит в том, чтобы вовлечь обучающихся и их родителей в решение вопросов расходования части средств школьного бюджета на улучшение школьной территории и инфраструктуры. Активная работа органов местного самоуправления в Самарской области находит положительную оценку и на федеральном уровне. Несколько человек получили звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Региональные проекты становились победителями конкурсов и премий. Самарские муниципальные служащие обязательно становятся участниками различных форумов по обмену опытом. Мы продолжаем реализацию действующих и включаемся в реализацию новых национальных проектов и благодарим президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за понимание проблем на местах и направление новых ресурсов на их решение. К участникам съезда обратился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Поздравляя представителей органов местного самоуправления с профессиональным праздником, он отметил, что в последние годы муниципальная власть столкнулась с несколькими проверками на профпригодность. И особые навыки, такие как сопереживание, ответственность, искреннее стремление сделать жизнь земляков лучше, помогают решать самые сложные задачи в непростых условиях. Мы уже не первый год работаем в режиме полной мобилизации. Оперативно реагируем на беспрецедентные вызовы, требующие профессионализма, патриотизма истинного творческого подхода, полной самоотдачи, высочайшей организованности. Также на съезде главу Самары Елены Лапушкину переизбрали на должность председателя ассоциации. А в завершение лучших специалистов местного самоуправления отметили федеральными и региональными наградами. После чего собравшиеся возложили цветы к вечному огню, отдавая дань памяти тем, кто отдал свою жизнь, защищая страну. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Символ воинской славы. 24 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». В Самаре волонтеры Победы раздавали ленты всем желающим и напоминали о правилах обращения с ними. Подробности расскажем далее. Она символизирует героизм и воинскую доблесть. История Георгиевской ленточки началась еще во времена Екатерины II. Черный цвет символизирует пороховой дым, оранжевый огонь. Ежегодно в преддверии 9 мая по всей стране волонтеры Победы на улицах раздают георгиевские ленточки. Акция проходит с 24 апреля по 9 мая. Наши волонтеры Победы в Самаре тоже вышли на площадь Кубеша, самую большую площадь, чтобы рассказать людям о том, что такое георгиевская ленточка, почему ее принято носить перед 9 мая, о том, что вообще это значит, как правильно ее надевать. Раздавая ленточки, волонтеры напоминают самарцам, что это символ памяти, мужества, благодарности нашим дедам и прадедам, которые отстояли родину в годы Великой Отечественной войны. И к ним нужно бережно относиться. Важно помнить свою историю абсолютно каждому человеку, потому что без знаний истории, что было раньше, у человека просто нет будущего. Для Галины Рязановой георгиевская ленточка – это память о воинской доблести и подвигах отца. Как и для многих, в жизни женщины история семьи и страны – единое целое. Мне это очень близко, потому что мой папа был участником войны и имел эти награды и медали, и ордена с такой ленточкой. Поэтому для меня это семейная, скажем так, история. Ну и потом я просто участвую в поддержке традиции, которая нужна нашему государству, особенно сейчас. С прошлого года в стране действует закон, устанавливающий статус георгиевской ленты. Она приравнивается к символам воинской славы, и за ее осквернение грозит административная или уголовная ответственность. Георгиевскую ленту рекомендуют закреплять на одежде, вороте или на уровне сердца. Ее складывают в форме буквы «З» либо в виде петельки с нисходящими концами. Конверты или завязывают банта. Ленту не стоит носить на теле ниже уровня локтя, крепить на ручке сумок или автомобильные антенны. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других событиях этого дня. Правительство России продлит выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки до 2031 года. Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь меру продлевают еще на 7 лет. На эти цели потребуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в этом году. В Самарской области с начала сезона от укуса клещей пострадали 159 человек, в том числе 43 ребенка, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано. В апреле специалисты исследовали 137 клещей, снятых с людей. В двух из них обнаружили антиген энцефалита, что составило полтора процента. На инфицированность боррелиями проверили 133 образца. Ни в одном ДНК возбудителя не нашли. Для предотвращения укусов этих паукообразных каждый год городские территории обрабатывают специальными средствами. Это касается в том числе парков, скверов, кладбищ, детских оздоровительных лагерей и турбаз. 2024 год в России объявлен годом семьи. Традиционно считается, что есть мужская и женская работы по дому. Мужская – это, к примеру, сделать ремонт или починить шкаф, заменить кран, а женская – стирка, приготовление, пищу, уборка. Вот только ремонт делают не чаще, чем раз в пять лет, да и то зачастую наемные работники, а готовить нужно ежедневно. Что предпочитают самарцы – помогать своей второй половинке или молча наблюдать за процессом? Узнаем из опроса. Все, что касается физической работы, должен делать муж. А решать все проблемы вместе. Стараемся поровну. Не всегда получается, но стараемся. Ну, большую часть, конечно, женщины делают. Уборки, готовки – это все женщины. Ну, мужчины помогать должны, конечно. Все, что связано с приготовлением еды, постирки, глажки. Супруг, наверное, больше по технической части. Ну, там, я не знаю, что-то прибить, приколотить. Ну, там, сходить в магазин за продуктами. Кто более свободный, тот и делает. Готовлю иногда. Ну, не часто, но готовлю иногда, да. Если женщина на работе зарабатывает, так сказать, это денежку, ну, значит, мужчина, там что-то у нее есть в свободное время, он быстренько сделает что-то. Я все умею делать сам. Я же офицер. Я и готовлю, и, ну, стирает машинка, конечно, я только туда закидываю. Каждый должен помогать друг другу просто, и все. У нас так в семье. То есть я и посуду могу помыть, и погладить, помочь. Ну, редко, конечно, погладить, да, постирать – это реже. Но всегда, если вижу, что супруге тяжело, то обязательно я помогу. У нас нет такого, что вот это обязан не я, а вот это супруга. 20 лет дорогой песни и танца. Башкирский народный ансамбль «Лейсан» отметил юбилей. На сцене Дома культуры «Победа» артисты показали свои лучшие номера. Репортаж с концерта подготовила Ксения Баканова. 20 лет успеха. Башкирский народный ансамбль танца «Лейсан» отмечает юбилей. На сцене собрались разные поколения артистов. Всех объединяет одно – безграничная любовь к песне и танцу. Коллектив родился в 2004 году. Развитие было стремительным, вспоминает руководитель Руу Дашей Марданова. Желающих стать частью большой творческой семьи оказалось очень много. Сначала молодежь, потом дети. И мы уже были участниками всех межнациональных праздников, проводимых в Домах дружбы народов, с администрацией городского округа Самара. То есть мы уже как бы для себя были известны. И, естественно, я очень благодарна своим участникам. Благодаря им мы сохраняем культуру башкирского народа. Среди башкирских танцев выделяются мужские и женские, сольные и коллективные. Они наполнены энергичными ритмами и музыкой. Здесь каждый жест артиста имеет свое значение, рассказывает историю народа. Например, они могут заплетать волосы, или умываться, или же нарезать блюда какие-то. И вот эти маленькие детали в башкирском танце могут приобщить к башкирской культуре в целом и узнать, чем вообще занималась башкирская женщина много-много лет назад. За 20 лет творческой деятельности артисты завоевали большую любовь и известность не только в Самарской губернии, но и за ее пределами. Ансамбль активно участвует в детских фестивалях и праздниках. А в 2009 году ему было присвоено почетное звание – народный самодеятельный коллектив. В областной столице прошла тренировка по скандинавской ходьбе. В ней приняли участие жители Самары серебряного возраста. Занятия проходят в парке «Молодежный», который продолжает преображаться по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь появилась новая входная группа, детские площадки, реконструировали озеро с фонтаном. В этом году проведут заключительный этап благоустройства. Подробности далее. Тренировка по скандинавской ходьбе традиционно начинается с разминки. Сначала упражнения на разные группы мышц, потом танцевальные элементы. Весело и полезно, рассказывают участницы. Ирина Кагирова в свои 79 ведет активный образ жизни. Занятия помогают не только держать тело в тонусе, но и найти компанию по душе. Очень большое счастье. Вот просто испытываешь счастье от этого общения, от этого хождения, от того, что ты еще подвижен, так скажу. Все люди, которые сюда ходят, все подруги. Потому что у нас единые задачи, единые цели. И мы как-то дружим на основе этого. Скандинавская или северная ходьба – вид любительского спорта, который представляет собой пешие прогулки, во время которых опираются на специальные палки, напоминающие лыжные. Такие занятия полезны для тренировки мышц спины и плечевого пояса. Уменьшение нагрузки на коленные и тазобедренные суставы. Сжигают больше энергии, чем обычная ходьба. И способствуют тренировке сердца. Однако, как и в любом спорте, занятия должны проходить под присмотром тренера. Лучше приходить все-таки в группу, где тренер расскажет, как палки подобрать, как начинать ходить, сколько ходить в неделю, сколько в одном занятии. То есть очень много моментов, которые нужно осветить. Это не соревнования между участниками, это соревнования с самим собой. То есть каждый месяц они записывают свой результат, и эти результаты радуют. Виктория Захарченко 12 лет назад сама начинала заниматься ходьбой в парке молодежной. Затем получила квалификацию тренера. На ее занятия регулярно приходят от 40 до 70 женщин серебряного возраста. Здесь какая-то энергетика, общение. Очень нравится Виктория, тренер наш. Очень нравится. Поэтому приходим. Вот уже три года Виктория Захарченко тренирует местных жителей именно в этом парке, который преображается на глазах. Молодежный несколько раз становился победителем рейтингового голосования по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь появилась новая входная группа. Детские площадки реконструировали озеро с фонтаном. В этом году проводят третий этап благоустройства. Будет отремонтирована входная зона от улицы Воронежской до озера. Спортивная будет территория обустроена и также эко-территория в этом парке. Парк благоустраивался с пожеланиями жителей, которые здесь рядом проживают. И все эти пожелания были учтены. Также люди активно участвуют в голосовании, потому что они понимают то, что они хотели для своих занятий, для своего отдыха. Здесь все это будет построено и все будет благоустроено для этого. Чтобы позаниматься, именно в этом парке многие приезжают из других районов города. Я езжу почти от железнодорожного вокзала. Стараюсь не пропускать тренировки. Очень помогает и физически, и морально. Дух поддерживает. Я очень довольна, что я попала в эту группу. Красота. Вот ходишь, это прекрасное озеро. Все так облагорожено, развивается. Все дальше продолжает облагорожиться. Очень прекрасный парк. Прям спасибо организаторам. Тренировки на свежем воздухе насыщают организм кислородом и укрепляют иммунитет. Они проходят по утрам три раза в неделю. Присоединиться к группе могут все желающие. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре в дни религиозных праздников и День Победы организуют перевозки для посещения городских кладбищ, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Автобусные маршруты будут курсировать 5 мая в День Пасхи, 9 мая в День Победы, 12 мая на Красную Горку, 14 мая на Радоницу, 22 июня в Троицкую Родительскую Субботу. Автобусы будут отправляться с 7 утра, а последние рейсы от кладбищ отправятся в 16.30. Перевозки будут организованы по маршрутам, указанным на экране. Администрация Октябрьского района сообщает, что в районе продолжается месячник по благоустройству. Не осталось незамеченной акции «Чистый фасад», в рамках которой волонтеры Поволжского государственного колледжа удалили из жилого дома номер 3 по улице Скляренко незаконное объявление и закрасили граффити. И благодарит активистов за проявленную заботу о районе. Администрация Красноглинского района опубликовала пост для тех, кто хочет накопить средства на будущее и приумножить их, обезопасив себя в особых жизненных ситуациях. Специально для этих целей разработали программу долгосрочных сбережений. Она начала действовать с 1 января и имеет целый ряд преимуществ. Вот некоторые из них. Софинансирование накоплений до 36 тысяч в год. Налоговый вычет до 52 тысяч ежегодно. Страхование средств до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Важно, что средства можно снять в любое время, но без потери льгот только в особых жизненных ситуациях. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok